Просто вся мощь, когда ты пишешь видео, записал уже 40 минут, и потом тебе какой-то подс присылает ссылку на это же видео, и я, блять, случайно на эту ссылку нажимаю, и запись отменяется, и пиздец, 40 минут просто в нахер просто в пизду выкинул, блин, какого хрена? Блин, да, ну, как бы, я же вижу, что вышел новый ролик, а ссылки все равно летят, и одновременно просто 4 человека скинуло на этот час геймплея, и я такой, блять, 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 я игнорил, 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 но последнюю случайно открыл, я думал, может хоть что-то новое, и нет, все равно, короче, в итоге засрал запись, блин, вообще, просто нет слов. Просто, блять, ну, обидно на самом деле, пиздец. Я уже до конца боя Оверлорда досмотрел. Блять, ну, это как-то даже хуел. Обидно так. Ну, это типа геймплей из спакса прошлого, который вот, по идее, прошел, хотя там, по-моему, несколько дней, но если вчера, вот, сегодня ночью, грубо говоря, был стрим, там, где они базарили, в общем, типа интервью давали, то, значит, он, может, еще идет, там, может, 2-3 дня, я не знаю. Ничего здесь нет. Ого, да, по-моему, тут половина цитадель, потом идет минут 30-40 цитадель, потом идет охота на двух орков, ну, и конец видео, по-моему, насколько я помню. То есть, они попросили тянку вместо них, чтобы она играла. Ну, это они объясняют, типа, мол. Элементарные вещи. Укрепленные стены. Ну, здесь, блин, как бы все понятно, да. ХП больше, чтобы выдержать больше урона от атакующих, и все. Ядовитые, блин, какие-то водные трубы там, походу. You just unplugged the device from the audio jack. Классный, ну, типа... О, теперь на клаве будем рубиться. Space bar, пробел для покупки, escape для выйти. Боже, ну из-за пары. Короче... Не, ну, слэшер на клаве, ребят, чё? 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 Это как играть в Mortal Kombat на клавиатуре. Хотя, если придрочиться, мне кажется, можно играть. Почему нет? Сороковый, чё, максимальный. У нас... У нас капитан уровня, как у них оверлорд. Хотя там три ворчефа, неизвестно, вдруг кто-то из них. Вообще, мне кажется, самый топовый будет скилл, это вызвать берсерков в атаку и взять капитана, у которого баф на берсерков, типа, что они наносят двойной урон, но получают половины. Это просто пиздец. Ещё, если бы он был командиром, это было бы уже, если флаг положил, они бум-бум-бум. Это не моя винда, если что, это запись. Майнкрафт, реклама. Ну, это такой стандартный бар, короче. Здорово. Ну да, вон вчера они сидели на стриме, короче, и... Тоже была такая сцена, там тупо тёмный стол, и там сидели актёры, базарили, короче, о игре. А в чём они сидят, как бы... Типа настройка? Чувак в камере. Чувак в камере. Люди сидят, смотрят, прям... Или там может просто сверху монитор показывать геймплей, я не знаю. Столько компьютеров по бокам, то есть можно посидеть поиграть. Ну вот, по мне так в Берзертке как-то лучше. О, геймпад подключил. Ассасин. Дарк Ассасин. Легендарий Харарармард. Легендарий Харарарармард. Оооо, ебать, неуязвим к стелсу, неуязвим к прокéri cuidу, неуязвим к яду. Когда поджигается, входит в ярость, без шансов, как всегда. Швыряние ножей. Невозможно перепрыгнуть. и вроде все. Ну и удары дают тебе яд, ну проклятие. Ой, там какие-то два супербафа у него есть. Эпик трейдер. Бросает много ножей во всех впереди себя и плюс у него есть карагор. Они говорят, что, мол, типа, это играет тёлка, которая стоит сзади и просто ржёт. Может, типа, ранний геймплей, что ли, или она там села за один из компов или удалённо как-то, я не знаю. Она стоит хрен знает где, но она, в общем, играет. Фу-фу-фу. Ну не идёт ему этот капюшон. Если у него брони нету, зачем он капюшон одевает? Покажите мне этого дизайнера просто. Какой-то конченый дебил. А, вот кто сороковый. Я добитый сороковый берсерк. А его, интересно, можно как-то вылечить? Ну, наверное, можно. Ну, как бы, чтобы он поменял свой титул, и, соответственно, у него сменится скин. Хотя, они меняются на ядовитые, а меняются ли они обратно? То есть, типа, я не знаю. Чем веселуха пошла. Тут уже дерутся все. Отстань ты от меня, Карагор. Дарк Ассасин. Броня нормальная у него, если бы только... Я думал, дракон унёс капитана. Мародер-командир. Заботливый мастер. Чел убежал просто. Покинул поле боя от страха, блядь. Просто убежал. Крыса, блядь. У него даже не к ним, крыса. Почему я подсвечиваюсь так странно? Это баг. Ой, всё, гг. Мародер-командир минус. Благо, эта тёлка наконец-то научилась кое-как играть, и она не клеймит каждого попавшегося. Блин, Ассасин вот этот конченый. Смотрите на него, он просто стоит и, блядь, убивает наших капитанов. Почему Ассасины такие ёмки? Не, я, в принципе, догадываюсь, они же специально обученные убийцы, да, чтобы убивать, как бы, народ. Ну, типа, по заказу, вся хуйня. Но там же нет такой... Походу, их просто тренируют для того, чтобы убивать. Или они сами так тренируются. Я не вкуриваю. Ну, вы поняли, что я хочу сказать, ну, типа, что Ассасины жёстко забафаны. Ну, я, типа, смотрел просто фильм Assassin's Creed, и там, типа, объяснялось, кто такие Ассасины. Это, типа, конченые мудаки, которые, типа, обучены, там, один Ассасин может, типа, завалить 50 воинов, типа, ну... Не, ну, там действительно это так и есть, там, она берёт копьё вокруг тебя крутит и всех убивает. Как-то неправдоподобно, конечно, но а шо поделать? Не, ну, они базарят, типа, вообще, самые первые фразы, типа, как ты собираешь армии, чем-то дерьмо. Таким же способом, типа, клеймишь, рекрутишь, и потом отправляешь их в бой на крепость и прочё дерьмо. Меня волнует, моделька сломалась в игре. Талия, он как-то подозрительно светится, он не должен так светиться. Я имею в виду, ну, как бы, синим подсвечиваться он не должен. В режиме стрельбы он не должен вообще подсвечиваться. Ебучий шэдоу-страйк. Щитовики почти сдохли. Бля, у нас капитан сорокого уровня, он, типа, берс... О, его щас, походу... Чего?! Так у него минимальное хп! Как он... как он убил нашего... Бля, он убил нашего ёбаного арбалетчика. Какая х... 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 хрену... Ассасин наш упал. Как он вообще упал, если они, блядь, один на один ебанутые. В общем, непонятка во время осады идёт, это просто пиздец. На дуэлях там, на... эээ... Кэмп-атаках, они как читеры, а вот как только дело доходит до крепости, так всё. Мы начинаем ссасать. Не надо, ну, блядь, шейм, он убил нашего... Арбалетчика. Не, конечно, он слейер, это хорошо, потому что он будет казнить, там, типа, с половины хп. И, типа, он неплохо, очень, очень хорошо сражается, типа, против других. Ну, потому что, типа, очень сильно обучен для боя. Но он террор. Если бы он был вармонгер-слейер, это было бы пиздец. Это просто суперзабафанный поц. Как, кстати, у вас вообще житуха? Первое сентября прошло, боже, у меня было три пары первого сентября, я аж охуел, просто действительно. Расписание посмотрел, у меня, короче, просто представьте, на 12 часов я иду на учёбу, и в 6 часов вечера я оттуда выхожу. Просто выхожу, то есть, без времени добраться домой, там, пойти погулять. Это просто напиздец какой-то. В школе, вроде, полегче, конечно, разда. Бля, он кинул вас прямо в капкан, нихуя себе у них комбо, блядь. Ну-ка, блядь, пошёл ты нахер. Мародёр танк. В такой типа коже, знаешь, с золотом. Опа. Казнь. Мистик трекер. Сам свой капкан. Жаль, что труп не может капкан активировать. Вот почему талион подсвечивается, это баг. Это ебучий баг, такого быть не должно. Вот просто раньше любое видео откроете, где он юзает, блядь, рейнж атаки. Просто в любом видео, там нету подсветки талиона, это баг. Вот не должно быть такого. Я уверен просто. Всё, короче, мы тебя казним. А, ты же танк, точно, ты можешь встать. Типа пару раз ещё встать можешь. Пошёл нахрен. С полным хп, да? Да, с полным. Капец, ну это, конечно, жёстко, жёстко. Просто, ну блин, а если их казнят вражеские капитаны, то есть наших танков, они их сразу убивают. Да, то есть они не юзают эту, типа, смертельную, ну, то есть второй шанс свой. Они сразу умирают. Это плохо. Они его забивают достаточно быстро, кстати. У этого Аллахая как-то мало здоровья или что. Или просто он бомж, у него скиллы, видимо, плохие. Ох. Ху лавера. За ним, смотрите, идёт в короне Аллахай. Бля, вот камера какая-то в игре, конечно, немного битая. Боже, ну и как я могу видеть, кто там идёт? Это командир. Без шлема, кстати, попрошу заметить. А рядом с ним очень красивый арбалетчик. Боже, я хочу затаймить его. Я хочу его приручить. Так, вставай, ассасин. Тебе ещё много работы предстоит. А ты куда собрался? Давай-ка шейм. Ну, конечно, рекрут она сделает, но я бы шейм. Я бы его зашеймил. Вообще, я хочу шеймить всех, кто не достоин входить в мою армию. Я не хочу их убивать. То есть, пускай они создают свои немезис-миссии, пускай они хотят, будут мне отомстить и будут появляться как-то неожиданно. Это будет очень круто. Типа, в самый подлый момент, когда мне будет особо тяжело, и они ещё придут и сделают ещё всё хуже. Это будет очень круто. Ты будешь чувствовать напряжение в игре и, соответственно, ну, желание, ну, твоя ярость будет осуществляться в желании отомстить и будешь играть с ним хороша. Ядовитые стены включились. Ну-ка, падайте, ребята. Боже, там, блядь, все наши капитаны попадали. Нихуя себе. Что это там за парниша? Нихрена там пати! Ловите, блядь, может, кто-то уязвим. Ну, и половина в ярость, конечно, войдёт, но а что поделать? Они сильно хай-левельные, чтобы умереть так ваншотом от этого. Блядь, там капитаны наши попадали, хватит. Как нашего Грауга вообще убить? А, ну, внизу же дохуя капитана. Блядь, не, ну, капитанам, в общем, пизда. Официально, как бы, им пиздец. Минус один. Ну, вот этот бестмастер, хоть он, ну, похуй, пускай умирает. Особо, ну, блядь, зверей они не нужны. Ну, и ты умирай. Тоже нахуй нужен. Опа, опа, в смысле? В смысле? А чё они друг друга убили? Как он, типа, его убил? Ядом, случайно? Ты отступаешь. Ты входишь в ярость от яда. Аллах Хай научился паркурить. Мы просто пробежали через всю точку. Классно, но вот этот прикольный, блядь, у него даже, типа, есть какой-то от Карагора, ну, такой шрам, знаете, будто он с нами уже сражался. Вот его можно приручить. Плюс он щитовик и командир очень неплохой. И главное, без имперского вонючего шлема. Не, ну, этого мы приручили, пускай умирает. Он особо не нужен. С самого начала не нужен был. Я же говорил, давайте лучше посрамим, нахуй нужен. Все равно ничего не сделает. Он даже за точки добежать не смог. Бесполезный мусор, вообще. О! Вот этот сороковый уровень, типа, который весь в всяких этих... Я даже не знаю, как это назвать, в дырках от яда и с этой сподранной кожей. Он тащит, реально. Ух ты! Какой Аллахай топовый. Да, Мистико Аллахай. Красивый конец. Так он еще и командир, к тому же. Так, этому люля. Он такой, бля-бля-бля, и сдох. Бля-бля, там сороковый вот этот уровень, Феррол Берсеркер, и... Он просто, он вошел в ярость и долбит тупо все точки. У него полное здоровье, заметьте, сороковый... Он просто, он реально с виду, вроде бомжара, да, но вот реально с виду, как бы он не очень топовый. А смотрите, тащит всю точку, просто всю... Все точки тащит, вообще. Божина, просто божина. О, тут еще этот поставили... Кто-то поставил... Флаг... Ну, ладно. Убейте капитана, кто... Кто вооружен ядовитым оружием, а дальше я что-то проебал. Добивание на капитанах дают твои... Делают твои атаки ядовитыми на 10 секунд. Критические атаки имеют сорока процентный шанс. Типа, про... Ну, нанести яд на врагов. Про ядовить хотел сказать. Как это вообще, человек заходил. Ну все, последняя точка... А, последняя точка осталась. Там один капитан просто боженько тащит все. Реально, вот... Я бы вот этого выродка даже... Ну, не то что приручил, я бы сделал его оверлордом. Хотя, тогда я не смогу им играть. Я смогу потом заменить оверлорда. А интересно, они запомнят, если я сделаю его оверлордом, а потом уберу его с поста оверлорда. То есть, он запомнит, наверное, что я его типа... Да? Типа, вот... Вот так плохо сделал, что я его убрал. Но я даже не знаю. Блин, если б он запоминал только то, что он... Вот я его сделал оверлордом, все, и он дальше как бы не запоминал. То есть, если убрал его, не убрал... Это было бы прикольно. То есть, я имею тот момент, что... Я бы улучшил с ним связь, но в тот момент, когда я его убрал, я бы с ним... ну, я бы не ухудшал ее. То есть, это было бы такой себе... Мини чит. Для улучшения связи с капитанами, чтобы они тебя не предавали. Ооо, что это делает? Это чувак дышит фруст! И он имеет маггет. Ооо, это был наш парень! Ассасин, ну, кое-как помог, правда, он сдох. Убей всех этих капитанов! Чё они, блядь? Не-не-не, я бы их скинул с обрыва. Нахуй они нужны. Потом они, блядь, будут на карте. Лучше создать новых. Которые там, допустим... Вот как твинс. Это близнецы, которые с двумя рожами срослись. Это прикольно. Ну, они уроды, правда, но прикольно так выглядит. Берсеркер ассасин, ёпта! Вот это я просто... Сэвэдж ассасин! Просто это топ! Это 10 из 10! Воносливость, типа, когда заканчивается ярость, он входит, типа, в оглушение. Но он не неуязвим к эксекьюшенам, поэтому его можно убить спокойно. Правда, у него нет шансов. Вот это охуёво! Вот это очень охуёво! Потно, надо не умирать, вообще, ну, вообще даже не падать, иначе сдохнешь. И нельзя прыгать, потому что... А, нельзя его перепрыгнуть. Мне немного бесит эта моделька, которая, типа, талия подсвечивается, как цель. Меня немного это напрягает тут, правда. Я уж думал, Берсеркер заснул, не блокирует атаки. Я такой, what the fuck? А, он ещё и в ярость вошёл от, блядь, поджога. Сейчас будет веселуха, нахуй. Хотя он после ярости войдёт в оглушение, поэтому... Осталось только переждать, пока она закончится, грубо говоря. Не давать ему себя ударить и уворачиваться попросту. Можно даже, вот, она закончилась, он должен... Можно его тупо пиздить. Нужны стрелы? Телепортируется Шэдоу Страйком к нему? Или вообще наверх его? В натуре? Он же вроде не... 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 неуязвим к стрелам, да? А ну-ка, пошёл нахрен. В смысле, чё ты не упал? Его можно наверх, по-моему, потнуть. По-моему, можно. Ну, а наш Шэдоу Страйк, наверное, юзнет. А, или даже просто выстрелит по нему. Сейчас будет его зачмыривать. Почти набрала экзекьюшн. Почти, вот набрала. А у него же пол хп, даже меньше чуть-чуть. Тебе... тебе люля! Тебе люля! Блядь, лоха, иди нахуй. Шэдоу Страйк, юзы, если много бомжей, то... Бля, вот это... это, конечно, так криво выглядит. Просто... Он лёг на землю и такой, типа, снизу по головам. Ну-ка, лови. Хватит... Перепрыгивать. Хватит, уворачиваться-то так! Гордон! Лови люля! Так нечестно. Ого! Вот сейчас было немного... Вовремя спрятаться за врагом! Ха-ха-ха! Так, одеву телефон. Бля, он далеко. Падло вставать. На тебе, выродок! Падло вставать! Падло вставать! Ну, вот этого парня я бы поручил. Ну, Дарк Ассасин. Я бы его ещё потом выбил по-любому карточку гарнизона и перевёл на другой левел. Ну, он неплох. Дарк Ассасин. Почему нет? Рекрут, конечно. Он нормальный! Он топовый! Ну как, блядь! Что происходит, блядь? Ну, просто люди, объясните мне эту логику! То есть, блядь, подождите, я не понимаю, у меня взорвался мозг к херам. То есть, бомжей мы приручаем, которые даже до точки добежать не могут, а умирают по пути. А вот нормальных топовых орков, которые могут сражаться, которые охуенно могут сражаться. Не, 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 не. Ну и за шеймями, нахуй нужен. Какого хрена в этом мире происходит, блядь? Боже, меня как-то вообще колбасит даже. Просто я не могу. одно слово просто чтобы объяснить все это это просто телка все нет никакой логики тут даже думать не надо просто что что происходит на экране просто тупо смотреть не втягиваться даже в сюжет и действия которые производят ебать лута эпический легендарный ну и куча шлака которую можно продать нет тут конечно заслужил этот нет 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 этот прыщавый чел этот блять как его мегат мегат 40 вот это да он заслужил он дупо блять выжил все точки и блять куда вот этот заслужил он сражался блять как ебанутый он он реально заслуживает быть оверлордом во во действия которые оправдывают логику вот нормально да он по моему птиком племени был талион страйк можно через пол карты сразу перелететь арахирим арахирим напомнить это те которые во власти линии кольца да во втором фильме там на коняках типа ну всех рубашили да по моему да по моему да 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 этот сын вот этого короля в которого вселился саруман типа они же он же капитан и типа они на конячках потом зарешали битву в хельмовой паде и можно управлять и можно команды давать давай в смысле я хочу команду оверлорда это наверное такой знаете оверлорд это как это как в скажите я скажу это как в первой части допустим ты вот чипа вызываешь против обычного капитана и такие стычка стычка на стычку такой party на party двор на двор вообще ну вот наверно если выбрать команду оверлорда хотя по моему команд на оверлорде означает просто поменять его местами с варчифом но не исключено я не помню на самом деле может кто то уже знает не исключено что оверлордом вообще можно управлять то есть так как и обычными бомжами то есть убивать вся хуйня качать его но просто когда в первой части свои капитана становились вождями они просто сразу перестают то здесь то есть они не они не участвуют в bittwa за власть они не пируют они ни блять ничего не вербуют они просто сидят у себя в крепости или где они там украфы в буфере памяти вопросы сидят и ничего они ничего не делают они просто как бы блять их не существует но как бы они есть но они ничего не делают для игры. Вообще ничего. То есть, бред же. Ну, как-то неинтересно, на самом деле. О, нихуяся, капитан. О, 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 Феррел Слеер. Этот, близнец. Боится яда. Четыре силы. О, вот. Адвансед Слаер. Класс. Видели? Нихера себе. Ну, типа, опытный боец, который, типа, сражается... Вот. Супер забафанный боец. Слэеры сражаются в лицо в лицо со своими врагами и перебаривают их, ну, типа, своими супер крутыми боевыми скиллами. Плюс он бьет три раза подряд. Плюс у него есть бла-бла-бла, как они называются, когти. Именно вот эти дикие. И все. Потом он... БЛЯТЬ! В ЯРОСТИ ОТ ВСЕГО! ВСЕГО! Просто все, что в мире есть, его злит. Бля, ну это классный чел. Вот сразу видно. Плюс он Слеер, он будет казнить очень жестко. Блин, это мне нравится. Это мне очень нравится. Я бы его приручил. Я тоже хочу себе такого поцака. Карагору пиздец. Хотя он за нами пошел, он даже не сражается. Приручи его, пожалуйста. Пожалуйста. Он же хороший. Он очень хороший. Ну, как бы, для меня. Лично мне он нравится. То есть... Ну, правда, мне его брутальность немного смущает, то, что он сильно такой жесткий. Но я имею в виду с виду, да? То есть, его вид смущает. А так, не вас в скиллах, я полностью им доволен. Мне больше нравится того, что он Слеер, и он злится от всего. Блядь, это лоу. Карагор сдох. Ни хрена. Себе. Так, ну он наконец-то начал пытаться что-то блокировать, а так он вообще... Не убивай только! Нет! 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 Не надо! Нет! 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 Дура тупая! Ну, сука! Блядь! Я просто не могу, почему все... Вскипаем, вскипаем по чуть-чуть. Нормально, нормально, пиздец. Дышать, главное дышать. Надо, блядь, просто не смотреть, не вдумываться. Надо думать о хорошем, о своем. Нельзя, нельзя. Сейчас просто нахуй психаную и все. На самом деле можно, как в первой части я делал, просто войти в слоумоу после изуверства, догнать рядом находящегося урока и снова сделать изуверство. Таким образом ты набиваешь больше комбинацию и получаешь экзекьюшн. Вау! Мистик. Мистик-деструйер, но он бомбы разбрасывает, так что его обычные бомжи, я думаю, не убьют. Ты просто жалкий человек. Охренеть, так ты еще не уязвим. Ну-ка, давай тебя застелсим. Как, блядь, он же видел нас, как мы его застелсили. Че за хуйня? Игра, ну хорош, ну проснись, ну блядь. Я понимаю, что в тебя играет женщина, но ты не должна, блядь, поддаваться этой... Какого хуя вообще здесь происходит? Объясните мне, пожалуйста, я просто не понимаю. Бомба вылетела, смертельная, сейчас будет охуенный взрыв. Нет, не будет, потому что будет анимация. Бомба взорвалась. Все, ты победил, чувак, я тебя поздравляю. На тебе уровень, получает свой отхил и давай я тебя снова убью. Аух ты, падла. Ты еще и не уязвим к огню? Ну ладно. Беги, беги. Но то не убежишь. Он бомбу разбрасывает за собой, типа, чтобы застанеть. Но у нас есть Shadow Strike, а ты уязвим к нему, так что... Хорош, ну блядь, ты ж не ниндзя, остановись. На тебе. Все. Она его убьет тоже, наверняка. Эксекьюрид. Бля, бля, бля. Она вообще... Она как бы... Она просто смотрит на урон, она даже не читает дополнительные. Эм... Испугайте, короче, врага. 42% шанс, что Headshot проклянет врага. Ну и заряженный выстрел проходит сквозь врагов. Вот этот красивый, на самом деле. Мистик трекер, трикстер. Он может, кстати... Он может телепортироваться из боя. Он может... Если к нему подойдут, он же, типа, бомбер. Он просто кинет бомбу и, блядь, отступит. Это прикольно. Смоук бомб, курсет вэпон. Плюс он некромансер. О-о-о-о. Да, ребята, не, он хорош, он хорош. Хизгуд. Ну, конечно, в пвп, наверное, не так хорош, но... Но... Но то, что он, ну, как бы арбалетчик. Плюс он может избежать прямого удара просто путем кидания бомбы и телепортирования на другое место. Блуд бразер ревенж. А, мы убили, наверное, Олахая, который был его братом, короче, в покрове. И, короче, вот он пришел отомстить. Ну, только у тебя не очень получится, потому что ты умрешь прямо сейчас. Вообще бы я тебя выкинул в лаву, конечно, но... Но если ты пришел отмстить за брата, хуже унизить тебя тем, что ты станешь служить мне, это невозможно придумать. Просто представьте, вы... Ну, просто представьте, да, на минуточку, что вашего брата убили, да, и вы идете мстить тому, кто это сделал. И просто потом он вас, как бы, ну, в свои ряды, как бы, засовывает. И вы ничего с этим сделать не можете. То есть вы не можете его отвергнуть, да, предать, потому что вы, типа, ну, под силой его власти, да, в этом случае под силой кольца, потому что, ну, ты, типа, не можешь думать ничего, кроме... О, я должен служить, а-а-а, я ж зомби, и все, вся хуйня. Это просто пиздец какой-то. Хотя можно его еще и посрамить, это тоже будет неплохим унижением. Но там на выбор, на самом деле. Скинь его, скинь, вообще. Но он же должен умереть от такой высоты, да? Гондориан Даггер. Почти 41 уровень, насколько я понял. Куча аллахаев. Просто пробегаю мимо. Блин, классный чел, вот этот, крафти, вообще. Пауки какие-то, карагоры. Карагоры че-то спят. Че-то как-то вас много. Нахер просто пропустите, дайте пробежать. На самом деле меч прошел, ну, мимо, но, как бы, ну, это ж кривая просто анимация. Я думаю, это все поправят неплохо. Даже, ну, даже если это и не поправят, господи, какая разница, пиздец. Вот сейчас игра уже выглядит вполне играбельной. Можно было бы уже релизать. Зачем еще месяц ждать? Не понимаю. Ну-ка. Курс от Mystic Tracker. Неизвестный капитан преследует нашего... Попробуй, да? Пиздец, такой фан. Это как забегаешь, такой, типа... Сидят вопники, да, типа, курят, пьют пивас в подъезде. Ты такой забегаешь, короче, такой, с семечками. Гули-гули-гули и побежал. И за тобой примерно такой же, полдвора бежит. А че там так много капитанов? Я не понял. Стоп, 12-й, 32-й, 32-й. Че их так-то много вообще? Все, кто-то умер. Какой-то Поц умер, надеюсь, не наш. Не, у нашего был арбалет, а не было у него копий. Так, эти дерутся. Ну и все, этот Поц убегает. Чел получает один уровень, который ворона. Мы получаем 1000 XP. Этот входит в ярость от добиваний, казни, точнее. А этот убегает, как крыса. Мы замедлили время абсолютно нахрен, чтобы просто убить эту тварь. Да, блядь, в смысле ты не умер? Я не понял. Бля, он опытный воин или что? Он по прямой блокирует все атаки. Чел убегает! Догони его! Он же, блядь, этот... Нет, он убежал. Бля, я хотел его приручить. Ну и в итоге танк сдох. По-моему, он был невозмим к добиваниям. Зачем его было убивать, не понимаю. Это очень хороший скилл. На самом деле. Если бы это был скилл у Слойера, просто представьте. Или у Ассасина, который был... Что такое? О! Убийство кровного брата. Тебя? Тебя точно нужно приручить. Абсолютно. Тебя нельзя убивать. Бля, у тебя какой-то сильно живучий Карагор. Они что, пофиксили? Они что, пофиксили то, что Карагоры умирали за секунды? Так они все-таки что-то делают? А я думал, они так для галочки просто. Ассасин не будет уворачиваться, если он будет заморожен. Вполне логично, правда? Наадаптировался, падла, под все удары. Но не под это. Джи-джи. Джи-джи тебе, капитанчик. Бля, откуда вы все сбегаетесь, мрази? Ну, давайте поднимайтесь, я вас по очереди перебью. Хотя вас как-то даже больше стало. Ну, ничего. Heavily damaged by fire. И вошел в ярость от фаера. Как это, блядь, в смысле? Тяжело получает урон от огня, а потом входит в ярость, и в итоге... ...отхиливает немного ХП. Но, правда, не сильно это помогает. Все, он, он брокен, привлечи его. Она его убьет, наверное, скорее всего. Да, она умрет. Она его убьет. Хотя... Может быть, ты не увидишь меня снова. Но есть кто-то, кто придет за тебя. Он мой брат, мой сладкий. Я его убью за тебя. Типа... ...мой брат придет... ...за тобой. Ну, извини, но... ...Еву убью тоже. Хотя, на самом деле, зря. Вот этот был очень хороший. Очень хороший. Темнейший... Темнейший... Кинжал. Боже, охуенно. Он выглядит просто охуенно. Вы просто посмотрите. А если вы... Рекрут Орк из Темного Племени, у которого уровень 40 и выше, увеличивает урон от яда на 26%. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Быстрый бросок поджигает врагов огнем. Каждые 30 секунд. Пиздец! Это, кстати, набор сета. Это один из сета, походу, выпал. Потому что тут есть сет-бонус. Получаешь одну мощь, когда враг получает урон от твоего яда. И последний сет-бонус. Это все атаки имеют 15% шанс навешать взрывной яд на бомжей. Блин, капец! Это просто лучший... Лучший клин... Лучший, бля-ть... Лучший кинжал. Не, ну сет, конечно, немного слабый. Ну, как по мне, скиллы не подходят под мой стиль игры. Но всё же, блядь, на данный момент неплохо вообще. Ой, там Граух, Супер Граух как-то спавнился. Хотя, на самом деле, зря, зря мы его убили. Блядь, он такой клёвый был, блядь. Мне даже он понравился как-то. А можно поменять вождей, если мне не нравится, допустим, вождь? По-любому же можно, ну, своих вождей поменять. Что мне не... Ну-ка, дружище. Огненный Граух, как он туда, блядь, как он там заспавнился? Вообще, тебе не повезло, да, дружище? Паркур такой. Во, навешали яд на него. Ой, блядь, сломалась анимация, да, нормально всё. Только он отравлен. Это теперь дабл, дабл... А, не, всё, прошло. А я думал, это дабл Граук, типа. Он и отравленный, и огненный. Ребят, здорово. Как вам новый Граук? Так, мне нужно... Вот, да, добежать до вот этой карты новой. Я хочу всё-таки приручить этого арбалетчика. Блядь, почему... Почему нормальных поциков она не приручает? Ну, почему так происходит, блядь? Почему жизнь такая несправедливая? Ну, вроде тёлка играть умеет, вроде всё, но... Так, нет, всё-таки тупняк какой-то идёт. Чё за бред? По-моему, она не в ту сторону побежала. Нихуя себе удар. Бедный карагор, пиздец. Дупа летать у него остаётся. Ха-ха! Бежал, толкнул! А, она всё-таки хочет захватить этот... Ну, ладно, без проблем. Ну, блядь, ну всё-таки я ожидаю, что она приручит. Времени ещё много, я думаю, что... Останется... Я покажу тебе значение слова «маньяк». Я всё-таки надеюсь, что она всё-таки приручит этого арбалетчика, а не убьёт его. Всё-таки я хочу, чтобы она его приручила. По мне, так кажется, идея, задумка вообще очень прикольная. То, что арбалетчик будет отходить, когда к нему будут подходить, бросать бомбы и ловушки, которые будут отвлекать. Это очень полезный скилл. Здорово, парень. А ты мне не одолжишь своё... Своё... Своё знание, да? Бля, ну-ка, вон он, вон он, вон он, да, видно, видно, видно. Нет, 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 не этот, блядь, вон же... М, ладно, хуй с тобой. Пять бонусов! Нихуя себе! Пять... Ого! Иммун Тексекьюшнс! Файер Пруф! Энгейджет Байкарагорс! Блин, это... Уже хороший файер мастер! Увеличивает огненный урон, наносимым его и... Его союзниками. Супер Охотник, ловушки ставит, огненное оружие, фаербомбы, огненные бомбы. Блядь, увеличивается урон от огня, он бросает бомбы, у него огненное оружие, что значит, он наносит много урона. Он иммун Тексекьюшнс, то значит, его нельзя казнить, а значит, он будет падать в бледаут. Хотя не факт, что иммун Тексекьюшнс работает на всех орках, то есть на слейерах и ассасинах. На этом я точно не уверен. Но вот этот очень хорош, как по мне, очень хороший кандидат в союзники. Все, спасибо за помощь. Убить сэвэджев без Б, на тебе луком в розу. Ну, не попало, конечно, на тебе так. На тебе шэдоу страйк. Здорово, казнь в живот или в яйца он попал, я не помню. Боже, ебать их, тут просто тьма! Это даже меньше, это даже больше, чем в крепости в первой части можно было вообще призвать. Я когда тревогу вызывал, прибегало меньше, чем вот здесь без тревоги. А, вот тревога включилась. Блин, ебать их тут до сраки, просто вообще. Олахай, если б не Олахай, было бы нормально. Фаер, фаер, фаер хрень, короче. Фаер удар об землю. На тебе в рыло. 8 из 10, 9 из 10. Ауч, больно! Все, чел пришел. Мародер-трекер. Но он сильный, он сильный. Бля, он очень... Он еще и с виду неплох, в принципе. Ну так, средняя, да? Но он... Он неплох, неплох. Мне нравится, лично мне. Только не говори, что это стелс сейчас будет. А, ну вот сейчас он не прошел, а тогда почему-то... Он же имьюнен, да? Его надо удалбить. А, так он еще и огнен... Точно, я забыл, что он огнестойкий. Бля, как-то они тут в толпе просто, блядь, забивают просто. Хватит. Дайте мне пройти к нему. По-моему, он еще, да, неуязвим к ст... Или, 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 или к чему он там неуязвим был. Там не только огненостойкая была. Там не только огнестойкая была хрень. По-моему, еще что-то было. А, вот, блядь, имя имя имя, то есть хьюшн, точно. Я же это говорил, блин, как-то запутался, блин. Это как будто держишь пульт, да, вот, когда... Помню, давным-давно. Ну, как давным-давно. В общем, суть такова. Когда еще, блядь, интернет был хуевый у меня, короче, я смотрел телек, и, короче, держишь такой пульт от телевизора и думаешь, бля, где же пульт? А потом уже вкуриваешь, что он у тебя под рукой. Вот сейчас примерно такая же ситуация была. То есть, блядь, говорил, говорил, что он именит эксекьюшн, но сам про это просто, ну, как бы, забыл. Надо высасывать, типа, с них жизненную силу. Да, во, надо тупило. Эльвен Рейдж пошел. Он фаер-пруфный. Плюс у него очень большой урон идет, так что нужно быть очень осторожным. Ауч! Нет! Нет, не умирай, пожалуйста! Не надо! Нет! Нет! Сука, ну я вам сейчас дам, выродки! Ну-ка, пошел отсюда! Он брокен! Он брокен! Можно, блядь, попробовать как-то приручить или... Он очень хорош. Он очень хорош. Он, он гуд. Он гуд. Он гуд. Я одобряю. Можно приручать. Можно боевое клеймение. А, он же точно неуязвим к этим, к добиваниям. Хотя, нет, это считается как казнь, так что нельзя, нельзя, южить нельзя. Надо убегать. Хотя, я бы не убегал, конечно, но... Там осталось парочка, блядь, человек. Сейчас прибегут новые. Убила бы этих троих бомжей, блядь, сколько там, три берсерка с ним бегала. И все, и он один остался бы. И можно было бы его задоминировать. Доминируй пока тебе! А, ты хочешь его убить? Ну тогда другой вопрос. Просто она бы уже это сделала, как бы. Сейчас придется... Она хочет его убить. Почему она убивает хороших уроков? Хотя она обычно все равно... Она же не сейвится, это же просто геймплей. То есть, по сути, если бы она долгосрочно играла, да, то есть проходила игру, то она бы, наверное, думала, кого бы оставить, кого нет. А сейчас она просто ходит и убивает нахрен всех бомжей. Ну, вообще всех. Просто не только бомжей, вообще всех. Что она пытается... А, стрелы. Нужно поставить этот, чтобы высасывались стрелы с этих, с обычных чуваков. Все ему гг. И супер это, и очень хорошая броника упала. Очень-очень гуд броника. Ну, типа, одна походу из сета, я не знаю. Рейдер с броня. Броня рейдеров, типа. Сейчас дракон пролетит. В смысле не попадает? В смысле урон не попадает, блядь, а? Ну, просто миллипендрический урон заходил. Я думаю, как это, в смысле не заходит урон? В голову же летит, все. Лети к этому, к крафте или как его, да, к арбалетчику, которого вы хотели сделать. Не, ну, на драконе это другой вопрос, совершенно путешествовать. Это, это пиздец. Ну, с высоты, мне кажется... С такой высоты ничего не прорисуется. А вот и так вот, да, лететь можно будет, в принципе, что-то, наверное, у кого-то увидеть. То есть, капитанов там всякая хуйня. Хотя, если у тебя гуд-компьютер, прям все на высших качествах, то, я думаю, прорисуется на такой высоте. То есть, ты можешь просто летать по карте и искать бомжей вот так вот с высоты. Фаербол. Вроде никого нет, по сути. Может, пустить фаербол в этих. Не, 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 я хочу крафти. Вот арбалетчика, ну, блин, ну... Ну, если уже выбрали, ну, блядь, пиздец, вау. Террор танк, да? Че у тебя есть? Че, блин, толком даже не посмотрели? Куда лететь? Тысяча метров? Вообще хрень. Футов, точнее. А покажи броню рейдера, я же хотел посмотреть, что за броня тебе выпала. Она фиолетовая. По-моему, фиолетовая это самый топовый. Тайл он страйк на крыше, и все будет хорошо. Но хотя, если ты его не прокачивала, то, да, приходится шэдоу страйк юзать. Покажи рейдер броню, ты же, блядь, ее... То есть, никто даже не заметил, что сзади... Ну, хорошо. О, тут казнь идет, казнь, казнь, казнь. Бля, нашего капитана казнят. Ну, которого... Мы хотели убить его, типа... Ну, вот этого... Его уже... Казнят. Так что мы... Бля, он брокен. То есть, можно подбежать, и сразу его... Ну, типа... Вы поняли, да? Или можно даже... Спасти его таким образом! В натуре! Не, ну, если ты хочешь, то казню тебя я, а не он. Ну, или умрешь ты от моей руки, поэтому... В смысле, что это сейчас было? Это сейчас была казнь такая, или что? По-моему, они должны... Тю, странно, он же танк, он должен, типа... Сейчас упасть был, типа, встать потом. Хотя, по-моему, это только от меча. Баттл-репортс. Тю, поцик... Поцик и тупо даже не поняли, что произошло. Просто им похуй. То есть... Куда-то поц делся, а не... Как это происходит? Блин. Нихрена. Ну, этот нет, этот бомж. Его можно убивать спокойно. Копейщики мне не очень нравятся. У них... В первой части было только две анимации добивания, а в этой тоже особо немного. Здрасте! Блин, нихрена, сразу урона в меня вливали. Так, ребята, блин, слушайте, хорош меня бить, хорошо? Вот тебе взрыв, короче. Из яда. Лови, короче. Вот тебе... А, ты же иммунный эксекьюшн. Хотя, тот парень тоже был иммунный эксекьюшн, но почему-то все равно получал урон от... А, это точно. Это же была казнь на земле. Это не считается за... Так, стоп, откуда ты здесь оказ... Откуда ты здесь оказался? Вообще, непонятно. То он отступает. Ну, хоть одного. В лаву можно выкинуть его. Неплохо было бы. Да ладно вам! О! Наконец-то! О-хо-хо-хо! Он выжил! Первый слайд, он выжил! Сорок первый! Вон можно... Его надо обязательно приручить. У него мозги видно. Это отлично! Это великолепно! Его нужно приручить. Куда ты собрался? Ты думаешь, что у тебя выйдет убежать? Нет, у тебя не выйдет убежать. Даже не думай. Выки... Да, вот, блядь! Она просто знала, что я хочу. Правда, не в лаву, конечно, но... Ну, ладно, похер. Золотой молот. Его надо приручить. У него мозги видно. Это просто теперь вообще очень брутально и жестоко выглядит. Мы его убили. Ну, правда, он может нас предать, что, в принципе, очень даже вероятно. Но какая разница? Само то, что мы его приручим, это уже как бы приятно. Хотя он как-то даже быстро... Не убивай его, плиз! Так, хватит, блядь! У вас слишком много лучников, блядь! Ну, давай, беги, беги! Если у тебя получится. Слишком много этих, блядь, лучников, арбалетчиков, охотников. Их очень много, блядь! Не надо только его убивать! Блядь, она его скинет, наверное. Куда он? В смысле, что это сейчас было? Что это сейчас за круг был такой обманный? Она его убила. Да, да, чел тоже кричал только что. Нет, надо было его приручить. Кстати, да, он может вернуться. Еще раз, типа, возродиться. Блядь, их тут двое капитанов. Так нормально. Как раз не надо будет за их искать. Вот они сами пришли. Это упрощает задачу. Правда, появилось очень много дальников, но это не важно. А, 13 стрел могут все порешать. Вау, берсеркер в плаще. Просто это мастхев. А, это еще и командир без имперского шлема. Да вы шо, ребята, это просто вообще, это мастер... Бля, он бафает, правда, жестко. Слишком много тут всех, 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 всех. Кто ты такой? Вали нахрен, 27-й. Это командир. О, он еще в ярость вошел. Отчего? Что тебе не понравилось? В смысле, что я умираю? Только не надо, но шанс. Все хорошо. Не смей меня убивать. А, огонь, точно. Это берсерк. Туль. С ними поцаки полетели. Блин, фан. Трипл джамп, просто. Уи. Бля, вот это лол. Их можно казнить. Те, которые убегают, их можно казнить стелс и зверством. И таким образом еще набрать... Ты убил моего брата. Бля, ты убил моего брата. Дам люля. Кстати, вот этот мародер-командир, который взял этой броней, мне даже очень нравится. Я бы его приручил. Хотя он может быть бомжарой, поэтому надо посмотреть. Вместо Карагора лучше купить за бабки, не за бабки, а, ну, вы поняли, за Мириэм, крутануть сундучок на скиллы. И если там выпадет легендарный скилл Грауга, лучше дать ему. Потому, ну, Карагор ничего сделать не может. Не бесполезно вообще. Хотя он догоняет тебя неплохо на Карагоре. Ну, и залезть, конечно же, может везде, куда и ты. Как тебе без твоей котятки, без твоей котика? Блядь, все входят в ярость, все пиздятся. Правда, тут три минуты осталось видео, это очень плохо. То есть, она не запиздит их. Хотя тут немножко осталось дельфийской ярости, буквально совсем чуть-чуть. Вот если бы она юзнула, блядь, вот это потно сейчас будет. Их очень много, конечно. Нужно просто дальников поубирать, потому что дальники это вещь. Блядь, Олахаев, просто тьма. Они сейчас просто ее убьют. Да? Нет, не убьют. Стоп, то тут же осталось видео, сколько, блядь? Одна минута. Одна минута пятьдесят. Они убьют, наверное, ее. Или она убежит попросту. Да, она сейчас наберет эльфийскую ярость, вот о чем я и говорю. Все, она набрала ее, она набрала! Нет, ну нет, ну только не клевого золотого поцика. Он не заслужил смерти, он же только пришел. Он такой прикольный, плюс он командир. Ну, блядь, сука! Тупая ты... Тупая, блядь. Я даже не знаю. Я могу выразиться, но это будет прям супер грубо, блядь. Воу, воу, воу. Это что сейчас был за танец такой берсерковский? Ну-ка, падай. Так, у тебя тоже хп особо немного осталось, поэтому... Бля, 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 бля. Аллахай раз... Адаптировался! О-о-о-о! Вот это да! Вот это потненько пошло! Потненько! Так, аккуратно. Надо убегать, наверное, скорее всего. Бля, бля, он, наверное, ее убьет. Он сильно, сильно жестко адаптировался. Его нельзя теперь застанеть. Как это? В смысле? Хорош! Так нельзя! Блядь, и только не ври, что теперь еще и Аэроф Пруф. Да, он ее убьет, короче. Все, это окончено теперь, капитан Берсеркер. Все, гг. Вот тебе, короче, на тебе перчатками в рыло и умирай, в общем. Вот что происходит, если убивать братьев Уруков. Все, ну, и конец видео, в общем. Блин, ребятки, но на самом деле очень много было капитанов, которых я хотел бы приручить. В частности, вот этого арбалетчика, который, по сути, бесполезен, но он просто топовый. Ну, как бы, скил его, вот это то, что он может убегать, это так. И плюс золотой командир, у которого нет имперского шлема, тоже я бы приручил. Плюс он достаточно сорокого уровня, там почти тридцать девятого или сорокого, я не помню. И, конечно же, конечно, вот этих близнецов, это просто мастхэв. Ну и Ассасина, ладно, хуй бы с ним уже и Ассасина. Для ПВП, для крепости, против ботов они были бы очень неплохими. В общем, такой вот видос, наверное, там уже ссылок 60, пока я его снимал. На самом деле, снимаю второй раз, блядь, тупо отменилась запись пока. Когда я проверял ссылку на ютубе, ну, не знаю, зачем я полез, я поверил, что эта ссылка особенная, и она будет другой, и в итоге ничего. Как все. И, короче, запись отменилась. Видимо, я случайно нажал клавишу отмены, когда был на ютубе. В общем, вот такая вот ситуация. В общем, вот сам ролик. Блядь, я немного, конечно, в ярости. Ну ладно, все, всем удачи.